90 тысяч мальков сазана выпустили в Малой Садковской балке Веселовского водохранилища. Эти 15 тонн молодняка – вторая партия. Днем раньше в свободное плавание отправили 45 тысяч сазанят. Мальки появились на свет в мае и вот доросли до оптимальной массы для взрослой жизни. Возраст рыбы можно определить по многим факторам – плавникам, глазам и массе. Но измеряется он не человеческими мерками в годах и месяцах, а по-рыбацки. Это, например, сигалетки, то есть появились в этом году. Этот малюк сазана весит всего 160 граммов. Возраст, достаточный для того, чтобы выйти в свободное плавание. Для сохранения популяции выпустили 90 тысяч мальков. А поймать их обычному рыбаку не так просто, потому что они отличаются хитрым нравом. Сазана в старину называли лисом. Он умеет прятаться и бездумно на крючок не попадется. Все эти браконьерские по-любому будут попадаться. А так, ну, он очень осторожный. Программа пополнения биоразнообразия водных ресурсов работает в области уже 10 лет. Особое внимание акватории реки Маныч. Восстанавливать популяции помогает государственно-частное партнерство. Предприятия, готовые за свой счет вырастить и выпустить в водоемы рыбу, субсидируют. Через три года такой сазан сможет дать потомство. Рыба будет размножаться. Это касается сазана. Сазан будет размножаться, увеличивается биоразнообразие. Это очень-очень полезно для нашей экологии, для нашей природы. Эта программа продолжается. Это не только в этом году. Эта программа продолжается и дальше, как минимум до 2030 года. На следующей неделе в Веселовское водохранилище выпустят еще сазанов и 365 тысяч мальков толстолобы и белого амура. Эти растительноядные рыбы принесут пользу водоемам, поедая лишние водоросли и камыш. Зарастаемость водоема очень высокая. И они работают, например, толстолоб и белый амур, как миллиораторы. А сазан – это просто в помощь им и для увлечения рыбопродуктивности этого водохранилища. Зарыбляют водоемы весной и осенью, когда вода прохладная. При ее температуре около 10 градусов рыба хорошо переносит перевозку, быстрее адаптируется на новом месте, а значит мальков выживает больше. Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, Дон-24, Пролетарский район. Куда спрятаться бездомному животному в холода, как не в теплый подвал многоэтажки? Но такое убежище может стать для кошки мышеловкой. Многие подвалы на зиму буквально закупоривают, запирая двери и закрывая все щели и продухи. А животные умирают не от мороза, так от голода. Одного живого поймали девочки, два мертвых. Ну, видно, у них уже такие подросшие. И один живой там сейчас пытаются поймать. Пока, может, там еще есть, но там так тяжело. Искать. Многоэтажки Панагибина, по подсчетам волонтеров, живут с десяток кошек. В закрытом подвале покормить их можно только через решетку. А вот напоить, говорят сердобольные жильцы, уже проблематично. Прежде чем запереть подвальную дверь, сотрудники управляющей компании не удосужились проверить помещение. По большому счету, не волнуют управляющую компанию совершенно. Вроде бы, есть у нас санэпидстанция, которая может их оштрафовать. Но они, видимо, этого не боятся. То есть, животные погибают, там все вот эти болезни возникают. Трупы погибших животных разлагаются и становятся рассадниками заразы. А ведь никто не обязывает УК закрывать продухи. Кроме того, в правилах эксплуатации жилищного фонда прописано, при повышенной влажности в воздухе вырабатывается конденсат и радиоактивный газ, который способствует развитию опасных заболеваний. Все продухи закрываются только в зиму. То есть, только тогда вот люди из жильц домов, которые их кормят, начинают бить тревоги. То есть, летом заходите, пожалуйста, каким-то образом уже они туда попали. А зимой все закрывается. Одни жильцы подкармливают, другие жалуются на блох и запах. А волонтеры приводят данные исследований ран. Соседство с собаками и кошками вдвое снижает популяцию грызунов. А дурной запах от хищника вызывает гибель плода беременной крысы. В моем доме, где я кормлю животных, люди просто говорили, что когда кошек выгнали, туда пришли крысы. Опять сняли решетки, запустили туда кошек. Больше четырех часов искали волонтеры в мокром и душном подвале брошенных животных. Спасти удалось двух больных котят. Видимо, в подвале они и родились, на улице еще не были, людей не знают. Один даже прокусил спасителю руку. Поймать котов в огромном подвале девятиэтажного дома не так-то просто. Животные здесь дичают, волонтеров боятся и в руки не даются. Как минимум четырех кошек волонтеры поймать так и не смогли. А управленцы опять закрыли все продухи металлическими заслонками. И кошки обречены на голодную смерть. Галина Горлова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Приготовить рыбное блюдо, написать программу, создать компьютерную сеть. Таковы задачи конкурса профмастерства Обилимпикс для студентов-инвалидов. В Новочеркасском колледже сегодня прошел его региональный этап. Они еще не профессионалы, но приготовить блюдо, достойное шеф-повара, вполне способны уже сейчас. Конкурсное задание – приготовить две порции рыбы, фаршированной грибами с гарниром из жареных овощей. На первый взгляд все довольно просто, но нюансов огромное количество. От температуры блюда она не должна превышать 55 градусов до стандарта тарелки, на которой должно подаваться приготовленное. В общем, условия почти такие же, как на международных конкурсах профмастерства. Единственное снижение сложности является, что конкурсное блюдо – лишь одно. Если сравнить региональный этап Обилимпикс с региональным этапом WorldSkills, где ребята готовят три дня полный комплекс, то есть это и холодная закуска, это второе горячее блюдо и десерт, то наши участники на Обилимпикс готовят один день, три часа, одно конкурсное блюдо. В региональном отборе участвуют представители трех профессий. Кроме поваров – это программисты и системные администраторы. Кстати, один из показателей серьезности конкурса – всяческие разговоры с участниками до и во время выполнения заданий абсолютно запрещены. Потому мы и не слышим их мнений и впечатлений. За всех отдуваются судьи. По сути, они сейчас обеспечивают работоспособность сети небольшой компании до 20 человек. Это и централизованное управление рабочими местами, и организация сети между компьютерами. Первые соревнования профмастерства среди инвалидов прошли в Японии в 1953-м. В России подобные турниры проводятся всего три года. И второй раз оригинальный этап принимает Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления. Вообще, они с большим удовольствием и выступают на сцене, и пытаются показать свое мастерство. И для них это очень важно, что их мастерство воспринято людьми, окружающими, и что они действительно могут быть полезны обществу. Лучший из лучших отправится на всероссийский этап Абилимпикса, который пройдет в Москве в конце ноября. Их имена объявят в четверг перед самым награждением. Такие жесткие правила. Иван Полехин, Андрей Токарев, ДОН-24, Новочеркасск. Футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика в любое время суток и года. Такую возможность дает новая только что открытая универсальная площадка в шестой школе Пролетарска. Такие мини-стадионы появляются в регионе по соглашению правительства и крупной нефтяной компании. За несколько месяцев школьная спортплощадка преобразилась. На ней появилось новое покрытие из резиновой крошки, несколько зон для игровых видов спорта, футбола, баскетбола, волейбола, а также ровные и мягкие дорожки для занятий легкой атлетикой. Здесь была построена обычная площадка и было неудобно, потому что мы падали, разбивали колени себе и бегать было. Заниматься неудобно было. Ну, кочки, камни, трава, ну, ямы. По ней удобно бегать, заниматься будет удобно. И тут все отмечено, не надо будет визуально представлять, как, где, ауто, где. Заниматься теперь можно в любое время суток. Хорошее освещение обеспечивают мощные прожекторы. Школа номер 6 – филиал местной спортивной школы, так что новая спортплощадка пустовать точно не будет. Этой площадкой будут пользоваться жители как восточного, так и юго-восточного микрорайона нашего города. Она, я думаю, будет заполнена, так как у нас спортивные занятия очень востребованы. И вот сегодня мы как бы в проекте у нас есть, в малом гимнастическом зале открыть тренажерный зал, который также будут пользоваться жители нашего города. Договор правительства Ростовской области и крупной нефтяной компании был заключен в 2015 году. И помимо строительства промежуточной перекачивающей станции в Екатериновке и нефтепровода, компания выделила около 100 миллионов рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектов. Типовые проекты стоят около 7 миллионов рублей, в зависимости от подготовки, количество и качество строительных материалов, но они однотипные. Срок около, в общем, от 6 до 8 месяцев. Подобные спортивные площадки появятся в Орловском, Зимовниковском, Дубовском и Сальском районах. Екатерина Лободина, Юрий Санкин, Дон-24, Пролетарский район. Гол Юлии Моногаровой вошел в топ-5 забитых мячей третьего тура Гонбольной лиги чемпионов. Матчи с лучшим клубом Европы прошлого сезона венгерским «Дьором» правый крайний Ростов-Дона не стало бросать на силу и мягко перебросило вратаря. Этот гол занял пятое место. Также специалисты оценили мощный выстрел игрока норвежского Ларвика, ворота бывшего вратаря нашего клуба Инны Суслиной, дальний бросок гонболистки Бухареста и действительно красивую воздушку с подкруткой от игрока немецкого Бетиххайма. Что примечательно, опять же, ворота нашего экс-голкипера Катрин Лунде. Лучшим признан мяч, какие обычно в сетку не влетают. Время встречи наших соперников по группе Бреста и Митю Лунда и Стекло. На табло ничья, но в ворота Бреста назначен штрафной. Вся французская команда поднимает забор из рук, но датчанка умудряется найти в нем щель и приносит своему клубу победу. Автор бестселлера «Похраните меня за плинтусом» приехал в Ростов почитать из свежего. Павел Санаев рассказал о продолжении романа «Хроники раздолбая-2» спор на балу у Воланда. Книга еще в разработке и выйдет только в конце 2018-го. А на творческом вечере с читателями в публичной библиотеке писатель и режиссер прочитал несколько отрывков нового романа. Здесь новую книгу вы не увидите, только услышите. Творческие встречи постскриптум тяготят писателя, а вот представлять еще не оконченный роман Павлу Санаеву интересно. Донести его напрямую, потому что одно дело его люди там прочтут, когда книга выйдет, а другое дело его можно сейчас уже, если я считаю какие-то вещи важными людям сказать сейчас, почему этого не сделать прямо, да? И фрагменты, которые подкрепляют эти слова. Их там на 45 минут где-то чтение. Пять фрагментов нового романа «Хроники раздолбая-2» спор на балу у Воланда подобраны так, чтобы читатели смогли понять важные житейские философские посылы писателя. Первая часть «Хроник» – продолжение повести о Саше Савельеве «Похраните меня за плинтусом». Но здесь вместо имени просто раздолбай. Книга о мечте студента-художника и споре с другом нарисовать главную картину его жизни. «Тройка» виделась ему большим полотном, разбиранным с Данаю и выписанным также тщательно. Он представлял пилотирующих лошадей, натянутую упряжь, готовую лопнуть от тяжести прицепной махины джипа. Там я пояснил для тех, кто не читал. Значит, образ этой картины, которую он придумал, «Хроник» – это огромный джип, запряженный тройкой лошадей, мчащийся по Красной площади. Свою тройку раздолбай напишет уже в пятой, самой важной главе романа. Героя начинает мотивировать не то собственный внутренний голос, не то интуиция, а, возможно, интригует Санаев и сам Бог. Поиски себя раздолбай тревожит больше всего. И это почти автобиографичная линия. Правда, вместо картины была книга. Тот самый бестселлер «Похраните меня за плинтусом». Там, конечно, очень много событий, вообще реальных. Вот, например, в первой книге описан 1991 год. Сейчас во второй книге, пятая глава, это будет подробное описание событий 1993 года, которые вообще очень яркие, важные, драматические, трагические и до сих пор не проанализированы. На творческом вечере аншлаг. И пока Санаев рассуждает о лихих 90-х, читатели фотографируют и даже зарисовывают любимого писателя. Кстати, Ростов – первый город, где он презентует новую книгу. Поклонники ждали продолжения романа четыре года. И чтобы не погас интерес, автор предложил читателям выбрать название ресторана, где происходит одна из сцен. Нужно было такое помпезно в 90-е годы, такое вычурно-пафосное название для ресторана. И вот предложили «Ле Мизон». Ну, мне очень понравился «Ле Мизон», я так и назвал. Санаев признается, литература для него больше, чем просто карьера. Это миссия. И если ему станет нечего сказать читателю, он писать не будет. Юлия Сурикова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону.